Добрый день, общественная телевидение Армении, мэрия Горян. Первый вопрос обоим министрам. Хотели бы узнать вашу позицию касательно дальнейшей деятельности и приоритетов формата сопредставительства Минской группы ОБСЕ. Когда можно будет ожидать активизацию деятельности сопредставительства? И вопрос министру Лаврову. Как известно, 24 марта Азербайджан, игнорируя договоренности по трехстороннему заявлению, нарушил линию соприкосновения и вторгся в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, в частности, в село Порух и его окрестности? Несмотря на призывы Министерства обороны Российской Федерации и другие международные призывы, азербайджанские силы до сих пор не вернулись на свои исходные позиции. Какие шаги применяются российской стороной для возвращения азербайджанских подразделений на исходные позиции, а также исключения подобных инцидентов в дальнейшем? В особенности, учитывая тот факт, что в результате создавшейся ситуации больше 400 человек не могут вернуться в свои дома. Все запомнили. Хорошо. Да, ну что касается вот этого вопроса, то мы с самого начала инцидента, который произошел 24 марта, объявили, что наши военные на земле, наш миротворческий контингент, занимаются выяснением всех обстоятельств. Мы сегодня об этом говорили. Там для нас до конца эти обстоятельства неясны. Я бы сейчас не хотел забегать вперед и никаких окончательных суждений не выносить. И мы убеждены, что наши армянские друзья доверяют полностью российскому миротворческому контингенту. И что иногда звучащие такие призывы призвать к ответственности этот контингент, какое-то служебное расследование провести, они не отражают реальные отношения армянского народа, армянского руководства к той роли, огромной роли, которую российский миротворческий контингент играет в поддержании стабильности в этом регионе. Да, небольшие инциденты случаются. И в этом конкретном инциденте, еще раз подчеркну, мы по линии наших военных разбираемся. Там есть вещи, которые требуют прояснения. Что касается деятельности или будущего, я бы даже сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, я не знаю, какова будет у дальнейшая судьба, потому что наши французские и американские партнеры, так называемые по этой группе, в русофобском угаре, в стремлении отменить все и вся, а что касается Российской Федерации, отменили и тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что они не будут с нами общаться в этом формате. Это их право, если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье. Если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны, это их выбор. Они в числе своих приоритетов сейчас, как вы знаете, не только этот конкретный конфликт, но и все остальные конфликты и кризисы на земле делают заложниками своей русофобской политики, заставляя всех и вся прекращать взаимодействие в любых форматах только для того, чтобы доказать свою способность диктовать всем и вся свою одностороннюю волю. Я считаю такой подход абсолютно безответственным. Нас он не выбьет из колеи. Мы привержены полностью, как и были всегда привержены, содействию, урегулированию карабахской ситуации, привержены выполнению всех тех договоренностей, которые достигались в трехстороннем формате между лидерами России, Армении и Азербайджана. Выбор этот не наш, и если Соединенные Штаты и Франция решили поступить таким образом, ну, бог им судья, как говорится. Ну, во-первых, насчет вторжения в силу пороха и нарушения статус-кво и о российском миротворческом контингенте. Армия продолжает верить, что российскому миротворческому контингенту, миротворческой миссии все-таки удастся восстановить статус-кво, восстановить ситуацию по состоянию 23 марта сего года. Как я уже сказал, миротворческий контингент был размещен вокруг Нагорного Карабаха с целью обеспечить статус-кво от 9 ноября 2020 года и обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха. Я повторюсь, мы продолжаем верить, что статус-кво будет восстановлен, и российский миротворческий контингент продолжит выполнять свою важнейшую функцию, важнейшую миссию обеспечивать, гарантировать безопасность населения Нагорного Карабаха. Что касается Минской группы ОБС, то, конечно же, текущая геополитическая ситуация в мире значительно осложнила работу с сопредседательством. Но, учитывая, кстати, у меня несколько другие новости доходят, учитывая весьма конкретные сигналы и сообщения, которые я получал от сопредседателей многих других стран, я бы хотел подтвердить, что, несмотря на то, что азербайджанские коллеги повторяют, что сопредседательство Минской группы прекратило свое существование, что им нечем больше заниматься, поскольку нет больше Нагорно-Карабахского конфликта, поскольку нет больше такого даже региона под названием Нагорный Карабах. Вот, несмотря на все это, международное сообщество продолжает видеть урегулирование Нагорного Карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБС, и все, что, должен сказать, весьма обнадеживает. Спасибо. Спасибо. Информа агентства «Спутник», пожалуйста. Здравствуйте, Орлов Кирилл, агентство «Спутник». Сергей Викторович, вопрос к вам. Армения и Азербайджан на переговорах в Брюсселе договорились о создании до конца апреля двухсторонней комиссии по демаркации и делимитации. Вы тоже сейчас сказали о важности этого процесса. Будет ли Россия как-то участвовать в этом процессе, учитывая, что у российского генштаба есть необходимые для этого карты? Спасибо. Мы изначально исходили из того, что в основе всей работы, которая ведется и по подготовке к делимитации, и по разблокированию торговых, экономических и транспортных связей, и по нормализации отношений между Ереваном и Баку, лежат те договоренности, которые достигались на трехсторонних встречах президента Путина со своими коллегами, премьером Пашиняном и президентом Алиевым. Что касается конкретно делимитации, то в ноябре прошлого года в Сочи три лидера согласовали начало работы, создание комиссии до конца 2021 года, о чем было объявлено официально на пресс-конференции, и вот сейчас было повторено уже в Брюсселе. Ну, уже, наверное, не до конца 2021 года. Там сказано в том заявлении, которое господин Мишель распространил, конец апреля. Я спрашивал у нашего коллеги, насколько это состыковывается с тем, о чем договаривались лидеры России, Армении и Азербайджана. Ответ получил, что это абсолютно в этом русле и развивается ситуация. Я очень хотел бы, чтобы наши европейские коллеги в Брюсселе понимали, что это русло уже создано тремя лидерами в 2020 и 2021 году, и что они не будут в этом русле чинить какие-то препятствия, плотины или что-то еще. Я обратил внимание, что в том коминяке, который господин Мишель издал после встречи с президентом Азербайджана и премьером Армении, ни разу нигде не упомянут Российской Федерации. Это уже говорит о том, что важнее для руководства Европейского Союза развивать достигнутое, либо использовать и эту карабахскую тему для того, чтобы отмечаться по своей русофобской линии. Это печально. Россия никогда не будет приносить в жертву неким геополитическим, тем более пропагандистским, замыслам и играм интересы наших ближайших союзников. Мы полностью привержены тому, чтобы помочь Армении и Азербайджану наладить нормальную жизнь. Часть этой работы, конечно же, делимитация. И мы подтвердили сегодня, и наши коллеги подтвердили, что остается в силе, в полной силе, как говорится, решение лидеров России, Армении и Азербайджана о том, что комиссия будет двусторонней по делимитации с консультативным участием российской стороны. И не только потому, что у нас есть карта Генштаба, которую Ереван и Баку готовы использовать, но еще и по той простой причине, что наше совместное проживание на этой территории на протяжении веков, конечно же, позволяет надеяться, что в этом формате подобного рода вопросы будут решаться чуть более, наверное, эффективно. Ну и вот то, что сейчас... Это развивая мысль о том, как Брюссель позиционирует себя не только в вопросах делимитации, но он же, господин Мишель, продвигал и вопросы трехсторонних проектов торгово-экономических и транспортных, говорил он и о роли Евросоюза в продвижении мирного договора. Ну, такая, в общем-то, деликатность нам уже теперь знакомая. Чисто европейская деликатность. Но вот то, о чем сказал Арат Самвилович, процитировав азербайджанцев, которые заявили, что тройка соцпредседателей прекратила свое существование. Это заявил... Может быть, я не слышал этого высказания Азербайджана, но то, что это заявили французы и американцы, как часть тройки, да, для меня это факт. Я не знаю, в какие слова они облекали свое заявление, но то, что они, еще раз подчеркну, принесли в жертву своим русофобским задачам судьбу региона, по крайней мере, ту роль, которую тройка могла бы сыграть в судьбе региона, это факт. И приоритеты они расставили достаточно четко. Спасибо. Информационное агентство ТАСС. Пожалуйста. Добрый день. Малкина Елизавета, агентство ТАСС. У меня вопрос к Сергею Викторовичу. Глава МИД Беларуси Владимир Макеев заявил, что довел до Москвы и Киева позицию Минска о необходимости участия белорусской стороны в переговорах. Как в Москве оценивают такую позицию? Означает ли это, что следующая очная встреча пройдет в Беларуси? Рассматриваются ли другие страны, в том числе Турция и Венгрия? И когда может состояться такой очный контакт? Спасибо. Мы за то, чтобы наши белорусские друзья продолжали играть позитивную роль в организации российско-украинских переговоров. И Беларусь прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались. Хотя все зависит от договоренности сторон. И не исключены встречи и в других странах на иных площадках. Я не хочу вдаваться в детали о переговорном процессе. В содержание переговоров мы это уже неоднократно делали в известных границах. Хочу лишь сказать, что по просьбе украинской стороны ее нейтральный, неблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны, ну и еще целый ряд других государств, включая постоянных членов Совета Безопасности и так далее. Так вот, мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов, конечно, обязательно была бы Республика Беларусь. Сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются, но мы выступаем за то, чтобы Беларусь была среди них.